Называют просто по имени, без отчества. Это для чего? Это тоже часть корпоративной культуры, на самом деле. Вот мы, например, с Сергеем Атланта. Мы и Сергеем Атланта, и я Атланта. Там всегда на «ты». Это, вот знаете, есть такая... Для нормального. Есть такое, как сказать, убеждение, раньше было, что если человек на «вы» обращается, это как к врагу. А на «ты» это значит друг. Ты сразу сокращаешь расстояние. И если им тыкать, ты что тут пришел там и так далее, то нормально. Поэтому на «ты». А вам это не нравится? Нет, зачем? Для меня народ это интересно. Артур, вас как называют у себя на работе? А, нет, просто в обмене. Это, наверное, все-таки с Европы пришло. Оттуда? Да, с Европы пришло, потому что просто фамилия и без отчества. У нас в Европы там есть. Нет, я просто... И вот этот Герман Оскаревич, кстати, я вспомнил сейчас. Где-то в 2002 году он в этом сайте был, как раз, был мероприятие. И я нигде выходил в интернет, в общем, в том, что он всегда придал. И нигде в него хочется найти. То есть я перелопатил на газету «Известия», там, «Заветская Россия» и так далее. Потому что я сделал, ну, тогда вот, для нас было непривычно, потому что, мне кажется, вот, бейджик поставить на стол. И не знал, как получится. Ну, и у вас, кстати, я уже не знаю. Ну, просто я знаю, что вот есть крупные компании, когда там свои руководители называют «поение». И это для того, чтобы не было какого-то, знаете, то, что я выше, а ты ниже. То есть как бы так приблизить своих сотрудников. А еще я знаю, а поднимите, пожалуйста, этот вопрос только всем вам. У вас же свои компании, свои сотрудники. Вы делаете какие-то, например, раз в неделю какой-то определенный день? Ну, например, я не знаю. Мне рассказывали, что также в компаниях очень популярна сейчас такая фишка, что раз в неделю объявляешь день, например, все приходят только в джинсах. А, например, когда мне рассказывали это в Яндексе или где-то, там вообще делают то, что пиратская одежда. То есть в один день, например, в каждую неделю все приходят как пираты. Понимаете? А где-то можно взять какой-нибудь мультфильм, да? Ну, я не знаю, «Симпсон». Все приходят как «Симпсон». Да? Ну, вот это мы тоже говорили, что это то, что как-то раскрепощает сотрудников, и они становятся ближе. То есть они все так же работают, они приходят в машину, да? То есть выполняют свои куру, просто представляете, все пришли, один какой-то джин-конопей, а другой какой-то слепой пил, да? Это, ну, как-то, вот. Поэтому я вот такое вот слышал и просто хотел бы сказать. Результат священной гуру. А? Результат священной гуру. Смотря для чего. Да-да-да. Если они таким образом получают какой-то результат, то тогда окей, можно. Если это укрепляет команду, то... Не дай бог, только если ты голая вечеринка, да? А так-то можно, в одежде можно. Зашел на туды, да. Все, продолжаем. Сейчас набираемся. Давайте входить в те двери, друзья. Я приглашаю... Вот, кстати говоря, непобедимые коллективы. Александр Макаров с этой темой сейчас. Вот как раз вот что нужно сделать. Друзья, спасибо. Друзья, мы в огромное выступление в феврале. Представляете, кайф, да? Я бы хотел, поскольку у нас скреминация, по диагностическому принципу, мне достало 40 минут и есть чем с вами заняться. А? Вам придется терпеть меня 40 минут, да? Может быть, меньше, если сбежим 40 аппаратик. Друзья, поднимите руки, если среди вас честные люди. Ну, так вот. Считаете себя честно? Прекрасно. У меня к вам будет сейчас просьба. Если вы ее выполните, вы сможете мне честно потом написать в Телеграм, и я вам дам подарок. Мне очень легко уступать. Спасибо вам, Наталья, огромное. А потому что Наталья говорила, что одним из ключевых элементов, видели на следующем сайте, на финальном сайте ее выступления, документы корпоративной дубой. Я вот честным людям этот документ моей компании дам, чтобы вы могли его, ну, или утащить себе, либо видоизменить. Просьба заключается в следующем. Если можно, последние ряды на 40 минут сядьте на пустые места первых. Можно так просто встать и вот сюда вот съездить. И вам за это ничего не будет. Будьте любезны. Вот те, кто чувствует в силе силы это сделать. Спасибо. Спасибо, огромная тема вашим людям. Это страшно. Еще я бы хотел поблагодарить двух прекрасных дам, которые здесь есть. Вы, дамы, вы все прекрасны. Но есть для вас два особенностей для вас человека, которые вшили, но невозможно. Первый человек это Василия Сарихова, благодаря которому я здесь оказался. И второй человек, я не знаю, как вас звать величать. Да, вас. Анна. Анна сама добровольно, без принуждения села с последних рядов сюда. Да, им было приятным. Представляете? Я думаю, что и Сергей, и Наталья, ну, как и чувствую, да? Цепо человека, который пошел на первый ряд зачем-то. Спасибо. Мне понадобится еще следующее. Следующее для нас сайт. У нас есть в этой аудитории человек, Ксения, правильно запомнил? Которая первой в этой аудитории искупала меня в своем внимании, тепле, улыбчивости, дружелюбии. Ксения, можно ли вы будете следить за временем? Так, вот сейчас у вас 14 на 2, я вас попрошу, а каждые 5 минут мне как-то подмигивать, чтобы я не заболтался. И если мы выступление сделаем быстрее, то вообще будет догоник. Да? И финально. Я знаю, друзья, что вы все, ну, слушаете нас, спикеров, примерно половина в телефонах. Ну, пускай верно, все новости вроде бы прочитаны, но все-таки я хочу вам дать возможность поработать с телефоном. Функции две. Первое, чтобы строчить записываю, если будет что-то полезное. И второе, меня фотографировать. Человек, который придет мне фотографии, которые мне прям понравятся, их нуждут несколько таких человек, я отправлю вам в подарок книжку «Владелец как профессия», ну, у себя любимого. У меня есть книжка, я вам ее подарю. Если вы будете, ну, безутречная фотография. Все пространство мы с вами организовали. Мне понадобится кликер. Так. И если мы начинаем, то, собственно, вопрос, на который не требуется, ответа, а зачем нам непобедимый билетик, ну, кроме как потешить самолет? У меня есть ответ, и мы попробуем этот ответ с вами сейчас увидеть на экране. Я попрошу прям потерпеть целую минуту. Почему? Видите, вот это вот самое страшное, которое у нас не должно было случиться, но случилось. О! Внимание, друзья, на экран. Если можно, чуть погромче звук. Да. Внимание, друзья, на экране, на экране, на экране, на экране, на экране. Внимание, друзья, на экране, на экране. Вы не поверите, но прошло всего лишь 67 секунд. А утром спайс-патрика. Продолжение следует... Спасибо. 67 секунд и 1,8 секунды – это мировой рекорд гонок Формулы-1 в прошлом году. Примерно представляете, что в 40 раз быстрее. У людей в два раза больше, а в 40 раз быстрее. Вот что такое коллектив, когда день за днем, год за годом вырабатываются новые технологии, новые связи, новые приемы. И получается, что это вот такое, я бы сказал, выдающееся. И что им нравится, да? И мальчик, и девочек. Что еще отличное? Мне хочется, чтобы вы из моего выступления поняли две вещи. Первая вещь. Блин, а тут мы сейчас фотографируемся, да? Я не хочу, но это уже так. Первая вещь. Люди, сводимые в коллективы, они как мастерин. Очень много можно сделать с коллективом. И вторая вещь, чтобы вы усвоили сетку развития, как я называл корпоративной культурой, для того, чтобы это могли приведить в своем хоть маленьком, там, 3-4 человека, хоть в большом, на 200-300 человек, в коллективе. Вот наши с вами две задачи. Я вам расскажу шесть новелл. Шесть новелл. Три условно хорошие и условно плохие. Над некоторыми будем плакать, над некоторыми, ну, рвать волосы. А потом мы выйдем в конкретику. Хорошо? Мне сказали, что будут одни мальчишки, поэтому девушки на выл, и они вот такие мальчуковые. Кто знает, что изображено на картине? Битва Парусского. Битва Парусского. Великолепно, да. 1829 год. Вот их бригад Неркуль. Когда два линейных турецких корабля настигли маленький бриг, русский, и сказали, что русские сдавались. А русские сказали, что это? И так далее жалко, что русский бригад, да, с пробойными, но ушел в порт Севастополя, а два сильно покоцанных турецких линкора остались в завесовой стране. Чтобы вы понимали, о чем я говорю, посмотрите, пожалуйста, на сравнительный размер кораблей. Вот два линкора вот таких, и вот такая маленькая букашечка. Если я не путал, он стал на территории Севастополя в Севастополя в Севастополе. Да. И стал вопрос, а как такое возможно? Почему? 200 аромат против 20. Почему просто там моторсов наших против тех, как же много? Как так? Военная хитрость. Второе, с уменьшим маневренностью, ну да, он уменьшим маневренность, но самое главное, смотрите, и почему это ваш танк руководителя. Когда ваша команда готова идти до конца, до самой-самой крайней точки, а там решимость идти до конца, то последующий. А капитан Меркурия положил свой пистолет на точку споров, он сказал, последний, кто стрянется в живых, стреляйте, и собачьим вот этим всем, пусть оно все взорвется, и мне, и я, иди. А что, при готовой интеллектации? К чему при готовой топки? Захватить? Ну, захватить, да, взять в плен, потому что, ну, как бы, логика подсказывает, что все. И это не случилось. Не получилось. Девушки терпите, а она снова военная. А кто эту картину знает? Ну, очевидно, что это батарея сцена. Нет. Ну, как бы, нравится, что? Слово пацана, кровный асфальт. Слово пацана. Интересно, я все, вам прям призыгрять. Это сражение перед леники, это вторая выступа лекция. А теперь, внимание, друзья, а кто мешал в этот марафон с газами? Прините, вы какие-то, вы в чуле, вы, кто, иди, и пары. Представьте себе. Итак, турки наступают, сражали австрийцев. Австрийский генерал просит помощи у СРГ Севчисова. А теперь, смотрите, посмотрите, пожалуйста, там написано. Русская армия, 7 тысяч человек, за два дня прошла маршем около 100 километров. Это значит, 50 километров в день. Это значит, пешим, потом, быстро, 10 часов. И после этого пошли в бой. Это же что надо уметь, чтобы такой был? Кто из вас в состоянии сказать, я 50 километров, перепрыгнусь, что-то сранцем, да, с ручки летом, да? Вот они. Наши смелые отвази. Надо уметь поцеркнуть, что это точно. Итак, 25 тысяч человек, два разных командующих, против 100 тысяч буроков и так далее, что после Гитвы Юсуф Башенский собрал только 15 тысяч человек из СРГ. Как такое возможно? Так вот, военная гибель заключалась здесь вот в чем. Всегда тратьте очень много внимания, много денег на руководителей нижнего правонарушеского звена. Это значит, начальник отдела, сменный мастер, начальник смены. То есть, те люди, которые непосредственно работают с исполнителем. Потому что там все ждали команды. Начальник и собор главы. Так на востоке пример. Пока он не сказал, мы не пошевелились. Испугались и 85 тысяч человек. Разбежалось и погибло. Третья новая. Кто может представить, что тут изображено? Ну, тут сельхо, поэтому догадки. Там сильный бурак. Сильный бурак, совершенно верно. Пятерка уходит вот сюда, это не в одном человеке. Сильный бурак. Но это не Катарстан. Это трасса Алибург-Орс. Если помните, в 16-м году там был лютый звездец. Ой. Ой. Так, ну. Полит, Данила Максунова. Полицейский. В этом сильнейшем буране спасали людей. Он не один, конечно, был такой. Но он тот, кто отдал куртку, шапку и перчатки тем, кто замерзал. И продолжил выполнение боевой задачи до отморожения пальцев. Едва-едва ему спасли пальцы. А он спасал людей, которые у машины замерзали, потому что он хочет телевизор. Внимание вопросов, какого фига ему это потребовалось? Что щелкало в голове у человека, когда он вот так вот самоодерживает? Миссии. Какие действия? Какие действия? Ответ. Ответственность. Ценность. На подвиг совершал. Он думал, что я сейчас совершу подвиг, а мне раз, и три пальца на это. Я говорю, совершу еще один раз, и четыре. Я не мог это не делать. Я не мог это не делать. Я спрашиваю, что я не могу. Как иначе? Там маленькая девочка 5 лет, там бабушка там ехала к сыну. Как иначе? Когда мы говорили о прокуративной культуру, что такое культура? Это то, что остается вот здесь, когда все выученное задалось. Я не могу иначе. Если вы хотите, чтобы ваша команда была такой ого-го, как Сергей говорил, я уехал, а они лучше без меня работают. Ищите совесть. Ищите совесть. Потому что совесть – это то, что задает высочайшие нормативы и в качестве работы, и в качестве кульменского сервиса. Во всем, во всем, во всем. Все это такое удивительное качество, которое потом прорастает в конкретные действия. Ух. Так. Параааа. Угу. Ну что, пойдем еще по ужасному новеллу. Девчонки, трепещите. Ой, сейчас что будет? Что будет? Нет, это пока не про вас. Знаете ли вы, что это такое? Скажите, понятно, это казань 24-й год. Понятно, вся казань стройка. Да? Это точно столько сна. Сколько там человек работает? Скажите. Подтипадельно. Сколько человек пристально наблюдается? 6-6. Ну, да. Еще там фотографируют. А, да. Еще, там еще две бакули. Там, за кадром остались, если я вам честно скажу. Так вот, кто слышал такие фразы, что мы все как одна команда должны быть. Есть, в едином фамилии, тогда бывает. Вот это вот все. Кто слышал про это, правда, даже знает, что это прям просто хорошо. Что мы должны вместе или... Э-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Ага. Читайте. На самом деле там чакеры просто, физически, я не можем про его задержать. А еще трое слова. Совершенно верно. В 1913 году ученый-агроном Рингельман, французский ученый, тоже повелся на тех психологов в 1913 году, которые отвечали, что команда и трубу, и мы все вместе в едином паре. Но у него хватило ума проверить на практике, а действительно ли команда и трубу. Он сделал несколько тестов. Один на перетягивание каната, другой на поднятие тяжести. И он верил, что, например, Дмитрий может поднять мишку в 50 кг, и я могу в 50 кг, но если мы с ним будем вместе, то мы сделаем 105 кг, мы же смерти, мы что, забыли? Но когда вы с Дмитрием вместе подошли к мишку, оказалось, что мы можем поднять только 93 кг. А если мы с Миром, то сами видите, там нет под Чиром, в трое 85 кг, а если мы с Миром, то мы поднимем не 400 кг, а всего 200 кг. Почему-то. А в сценах как бы управляющих не было, то можно никому что-нибудь рассказывать? Регулярно. Можно, да? Не, я просто не знаю, я спросил. Но когда-то нравится. Собирают мужчины в баре и обсуждают, ну, искусство любви, и один обожают руководство. А что это такое? Всегда можно сколкнуть. Это про Ренгельмана. Это про Ренгельмана. И это ни разу не смешно. Они в том может быть и смешной, а вот это не смешно ни разу. Это медицинский факт. Ни одно поколение психологов эффект Ренгельмана не опровергло. Еще раз хочу. Те же самые люди в бриге и в буре победили, а здесь вот так. Пятая навыка. Девушка, вот сейчас будет ужас. Сейчас будет ужас, потому что вы боитесь этих существ. Кто знает, что это за фотография? Мышки. Да, там мышки. Этот эксперимент называется «Вселенная-25». И когда о нем читают люди, волосы начинают шелелиться, ну, в самых разных местах. В керяк came out of the room. И в том, что нужно cryptocurrency, о том, как и ситуация называется «H προ summertime».